Здравствуйте, подписчики и зрители нашего канала! Сегодня мы с вами поговорим об инкубационном яйце. Тема очень важная для нас птицеводов. Поэтому постараемся разобрать ее быстренько, но поподробнее. Так как мы с вами инкубируем не только бройлерную породную птицу, поговорим с вами о сроке сбора инкубационного яйца. Бройлерное яйцо нам с вами собирают профессионалы, поэтому на каждой коробке у нас есть пометка, какой возраст материнского стада использовался при сборе этого конкретного яйца. Мы с вами можем на это посмотреть. У нас есть несколько, так скажем, этикеток с коробок, где указан этот возраст птицы. Мы собираем с вами инкубационное яйцо со своих хозяйств. В какой срок нам следовало бы это сделать? Хочу показать вам три яичка. В общем-то порода одной и той же курицы это амируканы. На стадии первой яйца, когда птичка только начинает нестись. На стадии до линьки птичка примерно первые полгода несет такое яичко. И третье яйцо это, соответственно, уже взрослая птица после линьки. В одном из своих видео наш татарский друг утверждал, что инкубационное яйцо с семьи бройлера можно брать чуть ли не с первого дня, когда они начинают нестись. Для сравнения он приводил пример о том, что дикая птица в природе не выбрасывает яйца, а сразу садится на первую же свою кладку. Из восьмого класса биологии мы все с вами в курсе, что дикие птицы имеют одну, две, ну край три кладки в течение года, в сезон, и откладывают от одного до восьми яиц. На них, соответственно, садятся и выводят пинцов. Половозрелость птиц диких, она в разное время наступает, безусловно. И чем птичка мельче, тем раньше. Допустим, воробьев, по-моему, там полгода. Я не орнитолог, вам точно это сказать не могу, но помнится мне, что куропатки и вот такие вот птицы, подобные размеру курицы, они начинают нести яйца в годичном возрасте, раз в год. Почему я это запомнила? Потому что мне очень поразила разница между одомашненной птицей, над которой поработал селекционер, и ее диких сородичей. Вот мне помнится, что еще по тем далеким временам эта информация для меня была важна. Снова же вы можете это уточнить до месяца, что называется. Но, грубо говоря, сравнение мало возможно между дикой птицей и курицей. И это аналогия. Ну, как минимум, глупость большая. Ну, как максимум, может быть, кто-то пытался неудачно пошутить, как всегда. Но ничего. Курица, как, в общем-то, объект умнее, чем тот, кто утверждает обратное, не садится на первое свое яйцо. Ну, в природе, да. То есть она минимум месяц, два, полтора, там, а то и больше, а то вообще не садится в первый год, не сядет на яйца, которые она снесла. Она снесла и ушла. Снесла и ушла. Она вот фактически как раз и занимается тем, что она эти яйца скидывает по природе, по своей. И с этим никто не может поспорить. Вот. Поэтому, в общем-то, яйца используйте, пожалуйста, для инкубации уже взрослой курицы, то есть которая несется минимум уже 2-3 месяца. Это мое личное мнение, которое подтверждено и наблюдениями вокруг себя с природой, связанными, и, ну, умные люди уже давно это установили. Птица, вылупившаяся из яйца, курица, которая начала нестись месяц, а то и два, вот такой вот срок, это будет слабый цыпленок, если будет вообще, и в большинстве случаев вы, боюсь, потерпите фиаско с молодым яйцом. Особенно, если вы его приобретаете и за деньги, интересуетесь, сколько маточному стаду. Я считаю, что идеальное яйцо для инкубации курица несет после того, как она уже пару месяцев, тройку, как минимум, отнеслась. И то я такое яйцо на инкубацию не беру. Я беру яйцо свое на инкубацию после, уже когда она достигает нормального размера, естественного, даже, наверное, где-то курица будет месяцев 9-10 уже точно. Вот в таком возрасте. У меня куры несутся с 4,5 месяцев. Почти все. Бывают чуть раньше, бывают чуть позже. Тут уже индивидуальные особенности каждой особи. Поэтому, пожалуйста, я вас попытаюсь предостеречь от вот этих вот утверждений необразованных людей, совершенно ни в какой области, о том, чтобы вы не тратили свое время, не выводили слабую птицу. Смотрите, какое яичко у нас курочка снесла. Это, походу, кучинская мучилась. Вот эта курица всегда несет, в принципе, яйцо, либо двужелтковое, а вот это я даже не знаю, у меня подозрения есть даже на трехжелтковое. Сейчас я постараюсь вот совместить 0,8 сантиметров. Вот это были роды. Вот такое вот яичко. Удивительное, да? Вот я разбила это яичко. Два желточка у него. Кстати, достаточно много белка. Ну, надо думать, 8 сантиметров яйцо. На этом на сегодня все. Всего доброго. Желаем вам удачных инкубаций, хороших цыпляток. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!